И оценки компонентов между англичанами и итальянцами. В любом случае, абсолютно правильно, что итальянцы проигрывают англичанам и проигрывают им достаточно. Хотя, на мой взгляд, разрыв могут быть и побольше. Мне кажется, что сегодня англичане, точнее шотландцы, не порвали своих соперников. Иногда лучше демонстрировать контролируемое, хорошее, качественное катание, чем пытаясь кого-то разорвать, допустить серьезные ошибки. Поэтому я думаю, что политика на этих соревнованиях на сегодняшний день была выбрана правильно англичанами. А мы сейчас с вами переходим к сильнейшим трем парам на этих соревнованиях. Это Натали Пешалай и Фабиен Бурза. На ваших экранах Тесса Вирту Скотт Мойер и Мэрил Дэйвис Чарли Уайт. Да, безусловно, наше внимание будет приковано, как вы уже правильно заметили, к американцам и канадцам, к их персональной дуэли. На этапах Вирту Мойер получали оценки ниже, чем Дэйвис Уайт. У Дэйвис и Уайта очень высокие были оценки на всех стартах, где они были. Можно даже сравнить. Ну да, там большое опережение по баллам, но опять-таки же каждое соревнование диктует свои условия игры. И только очная борьба может определить сильнейшего. Делать какие-то выводы в заочной борьбе очень сложно. Это всего лишь лестница для построения рейтинга. Поэтому вот сейчас очень интересно, каким образом будут выяснять свои отношения американцы и канадцы. Ну да, самое смешное, Вирту Мойер набрали 197 баллов на первом турнире, в котором они принимали участие. Это был трофей Эрик Бомпар. Хотя вроде бы они там довольно-таки чисто откатались. А тем временем американцы оба раза набрали по 201 баллу. И тут канадцы приезжают в Канаду, где вы помните, как они откатались. И она чуть не падала, и вообще что-то странное с ними происходило. Но они набрали 206 баллов в пику американцев. Вот видите, как чудесно. Как же так произошло? Ну, как-то вот произошло. Ну, с точки зрения эмоционального восприятия для меня, например, канадцы выглядят более убедительно. Хотя техническая сторона вопроса у одной и у другой пары абсолютно сравнима. Так вот, сейчас высадились оценки. И вот что интересно. По технике англичане выигрывают 30 сотых у итальянцев. А по компонентам они выигрывают у них... Василий, у вас лучше с математикой. Вы же высокообразованный человек. Помогите же. Давайте отнимем от 28.17. 16.26.91. Слишком много говорите, сбивайте меня со счета. Балл и 26 сотых. Что абсолютно справедливо. По компонентам. Вот видите, вы талантливый не только как комментатор, но еще и как щитовод, что очень неплохо. А вы лицемер талантливый. Между прочим, я вас мяско ровлял. Я сейчас посчитал, что ты ирония. В общем, в каждом компоненте, ну вот за скейтинг скилл преимущество 4 десятых, 2 десятых преимущество. Это у нас что за компонент, как он называется? Так, мум это соединительные шаги, да. Муммент, да. Перформанс в представлении программы 35 сотых преимущество и 45 сотых в хореографии. И 3 десятых в интерпретации. Вот так вот. Да правильно, правильно. Самое главное, что скейтинг скилл с определяющим компонентом, 40 сотых разница. Ну что ж, вернемся к последней разминке. Сейчас еще хочу посмотреть, сколько итальянцев получили, фу, французы, сколько получили свою лучшую оценку. Василий, хотите, посмотрите. 181 балл, это получается на 20 баллов ниже, чем у канадцев и американцев. Ну, французы, безусловно, здесь не будут соревноваться ни с канадцами, ни с американцами. Я думаю, что для этого... Много. Для этого нужно канадцев с американцами раз четыре, как минимум, упасть со всех самых важнейших элементов, чтобы французы были готовы с ними соревноваться на этих соревнованиях. Французы будут соревноваться с англишами. Неужели такая разница в катании? Безусловно, конечно. Прямо четыре раза упасть. Конечно, конечно. Вот Петр... Все-таки хочу заметить вам, что данная французская пара в отсутствии лидеров, опять-таки же, принимает участие в финале. И очень будет интересен чемпионат Европы, где, я надеюсь, мы с вами уже увидим восстановившуюся после беременности и рода.